Издалека это алыча выглядит как сказочное цветущее дерево. Но если подойти поближе, оказывается, что растение вовсе не цветет. А плотно опутано хлопьями паутины. И прекрасная сказка превращается в хоррор. И это далеко не единичный случай. Подобным образом в той или иной степени поражены практически все деревья алычи, некоторые яблони и вишня. Чтобы разобраться, что происходит, мы обратились к профессионалам. Все с тревогой поглядывают на эти паутинистые деревья, которые у нас и в Бресте, и в других местах южной части Беларуси особенно. Это очередное массовое нашествие известного вредителя, очень хорошо известного с давних времен, которое называется плодовая моль. Есть еще яблочная моль. Общее название в некоторых случаях, по некоторым классификациям, горностаевая моль. Данный вид вредителя не завезенный, а наш отечественный и прицельно атакует косточковые плодовые деревья. Его сотнями гусениц буквально кишит паутина на пораженных растениях. А вот взрослая особь данного вида, белоснежная бабочка, выглядит совсем неотталкивающе и даже очень нарядно. И фактически мы наблюдаем именно проявление массового такого вспышки именно этих молей. Почему получилось так? Но ведь не секрет, что этот май был самый сухой после 1945 года. Это рекордно сухой май. Моли, как и любая моль, она любит сухость. Сухость, ну и тепло. Тепла было более чем достаточно. Сухой май и предрасположенность такая появилась. А как они размножаются? У них работает инстинкт. Как только бабочка одна появилась, с самцом размножилась, дальше начинается цепная реакция. Методы борьбы с вредителем простые, были известны еще нашим предкам. В старину боролись очень просто. Были квачи. Слово-то подзабытое теперь. Квач – это такая штука деревянная, на которую наматывались тряпки. Обыкновенной смолой, древесной там расплавленной, пропитывалась она и зажигалась. И этим квачом проводили. И их просто прижигали. За счет того, что моли, они очень чувствительны на запах. А запах подгорелых собратьев для них очень плохо действует. Можно также обработать дерево раствором и извести. Или сбивать вредителей мощной струей воды через бронспольт. Но даже если ничего не предпринимать, дерево не погибнет. В зависимости от степени повреждения, на несколько сезонов снизится его плодовитость. В этом случае растению может понадобиться от одного до трех лет для полного восстановления.